Итак, господа слушателя, прозвучало предупреждение о начале записи. Я прошу вас, если вы планируете использовать микрофон и задавать вопросы голосом, меня предупреждать. Ну, а лучше, естественно, писать сразу вопрос в чат или напишите в чате, что у вас есть вопросы. Давайте протестируем наш чат. Так, вот, слушатели пишут нам плюсики. Так, вот, да, так, прекрасно. Итак, сегодняшний наш с вами мастер-класс, он посвящен, ну, что греха таить, не скрою, довольно скучной программе. Это текстовый редактор Microsoft Word, и мы будем обсуждать инструменты программы Microsoft Word, о которых как-то вот получается так, что слушатели, которые приходят к нам заниматься, ну, действительно, мало знают. Ведь это отличные инструменты, и могут быть они применены с успехом в программе. Также мы с вами затронем новые возможности программы в версии 2019, все возможности, которых не было в предыдущих версиях. Правда, есть в теме мастер-класса один по двух, вы ведь прекрасно понимаете, что программа Word это довольно-таки консервативный инструмент, да, потому что работа с текстом, она строится на, ну, в общем, на трех китах стоит, да, это редактирование документа, вот текст на страницу, форматирование готового отредактированного приглаженного текста, насыщение его картинками, таблицами при необходимости, и, конечно, подготовка документа к печати, да, и вот публикация документа в том или ином виде, может быть, в электронном, а может, действительно, в печатном. И вот эти вот три кита, в общем, они не менялись, ну, сначала, в общем, книга печатная, да, вот так работали с текстом всегда, сначала писали правильно, обдунули, да, потом его красивенько оформляли, а потом выпускали его в свет. Ну, поскольку программа Word такая немножко консервативная штука, да, поэтому очень много новых возможностей, конечно же, от версии к версии в программе не появляется, но потихонечку переосмысливаются старые, и появляется что-нибудь интересное. Ну, что ж, я думаю, что мы можем начинать. Итак, наш вебинар называется «Новые возможности инструментов образования в Word 2003-2002». Так, у нас какие-то помехи в вебинаре, я немножко выключу вам звук, ладно, господа, слушайте. Обсуждаем мы с вами вот такие вот вещи. Позвольте представиться, зовут меня Промкин Павел Геннадьевич, я преподаватель Центра-специалист, ранее преподавал в Москве-Спионовской промышленной академии. Я преподавал в Москве-Спионовской промышленной академии. В Центре-специалист я веду пользовательские курсы по работе с офисными программами, в том числе и курсы Word. Вообще говоря, курсы Word-центра-специалист стартуют нечасто, стартуют нечасто. В основном курсы Word появляются в моем расписании после курса базовой компьютерной подготовки. Вот ближайший курс по Word стартует, ну вот примерно через две недели. Или посмотрите, ближайшая группа, это 17 августа. Если требуется, вы почувствуете, да, вот по результатам нашего вебинара, да, вот насущную необходимость продолжительства образования, я вас всех, естественно, приглашаю ко мне на курс Word. Вот темы нашего мастер-класса. Необходимое вступительное слово, да, Центру-специалист 30 лет, и на наших мастер-классах мы рассказываем, безудержно хвастаемся, как у нас идут дела, как у нас проходят курсы, как у нас обстоят дела с чем? С преподаванием, да, вот что мы можем предложить нашим слушателям. Ну и, конечно, мы с вами рассмотрим вопросы, непосредственно обозначенные в теме вебинара, и немножко с вами поговорим про сам курс Word, о чем он, к чему, что предусматривает. Итак, господа слушатели, Центр-специалист уже 30 лет учит людей. Более миллионов выпускников успешных закончило обучение у нас на всевозможных разных курсах. Мы проводим обучение как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. В городе Москва у нас много учебных классов, они расположены на разных площадках. Вот сегодня я читаю этот замечательный вебинар с площадки Таганской. Курсов в Центре-специалист более тысячи. Мы предлагаем курсы не только по офисным продуктам, предлагаются курсы по программированию, предлагаются в Центре-специалист курсы для души, например, курсы дизайна, рисунок и живопись. Большую популярность, особенно сейчас, в связи с тем, что, смотрите, коронавирус, и вопрос дачи приобретает большое значение, приобретают курсы, связанные с ландшафтным дизайном. Кстати, такие у нас в Центре-специалист тоже читаются. Центр-специалист гарантирует качество обучения. В первую очередь эти гарантии связаны с тем, что у нас современные классы, с современным компьютерным оборудованием, учебные программы у нас отработаны, преподаватели у нас все сертифицированы. Центр гарантирует расписание занятий. Конечно, в это нелегкое тяжелое время, когда все страдают от последствий коронавирусной инфекции. Возможно, честно признаю, сгои, но мы их минимизируем. Более того, Центр-специалист предлагает обучение в режиме вебинара. Вот так же, как мы с вами сейчас обсуждаем вопрос работы в Word, вернее, будем это обсуждать, можно учиться и на других курсах. Кстати сказать, если вы планируете записаться к нам на какие-то специальные курсы по работе с какими-то специальными программами, реализующие функциональные информационные технологии, пожалуйста, можно подумать о том, чтобы эти курсы тоже проходить онлайн. В этом случае даже не понадобится приобретать и устанавливать какие-нибудь, может быть, демонстрационные версии этих программ. Центр-специалист предлагает возможность работать с софтом удаленно. То есть вы работаете из дома и удаленно взаимодействуете с компьютером, компьютером центра, где нужное программное обеспечение установлено, и таким образом тренируетесь, выполняете задания. Курсы в Центре-специалист у нас платные и практические. Возможны различные варианты обучения, в том числе и индивидуальное обучение на курсах. Ну вот, в нашем случае мы с вами участвуем вот в таком вот вебинаре N-класс. Если представить, что я сейчас нахожусь в учебной аудитории Центра, я действительно там, то вполне возможно, кто-то из слушателей мог прийти на наш курс, в том числе и вочно. Так, почему мы говорим с вами про Word? Господа слушателя, ну, отличная же программа. Если мы с вами говорим про работу с текстовыми документами, а текстовыми документами работают, не знаю, специалисты самых разных профессий, самых разных специальностей. Если мы говорим с вами о работе с текстом, то программа Word – это, наверное, ну, самый распространенный текстовый редактор. Почему? Ну, в первую очередь, интеграция с другими офисными программами, широкие возможности автоматизации, расширяемость, низкая стоимость по сравнению с некоторыми другими офисными продуктами, и, конечно же, встроенные функции и широкие возможности визуализации. Кроме того, работая в приложении Word, пользователю доступны некоторые дополнительные возможности, о которых очень часто осваивая это приложение, ну, как сказать, осваивая это приложение. Работая с этим приложением, да, и осваивая его в процессе работы, человек просто не догадывается. Сегодня мы с вами поговорим о функциях для ввода готового текста, так называемой текстовой рыбы. Если вам требуется сориентироваться, сколько места будет занимать тот или иной текст у вас на странице, то текстовая рыба – это очень хорошо. Кроме того, функции для готового текста позволяют нам легко получить небольшой текстовый фрагмент и потренироваться на нем, поиспользовать разного типа шрифты. Это очень ценно, если мы говорим о процедуре форматирования. То есть нужно, например, разработать какой-нибудь шаблон документа, вы разработали этот шаблон, потом думаете, так, интересно, а сколько у нас буквы влезут в это поле? И, пожалуйста, вот функция для готового текста вам помогла. Также в офисные программы можно подгружать настройки и надстройки. Это серьезно расширяет функциональность программ. Ну, в целом, в основном про настройки и надстройки мы с вами о применительных порт говорим на самом деле редко. Но рассмотрим с вами вот такие вот текстовые инструменты, как транслятор и Яндекс.Транслейт. Также посмотрим встроенную надстройку, доступ к Википедии, возможность интеллектуального поиска файлов. Также новые возможности для творчества включают в себя возможность работы с видео и трехмерными объектами. Последнее, наверное, ценно, знаете, когда? Для подготовки каких-нибудь, ну, сейчас я подумаю, афиш, объявлений и вот документов такого плана. Хотя можно представить себе 3D-объект в качестве, ну, не знаю, какого-нибудь фона, титульной страницы, а почему бы и нет. Также приложения Office и Word в том числе отлично позволяют нам работать с шаблонами. Вот что хорошо в Office настроено, так это, конечно, шаблоны. Но работа с шаблонами, это, конечно, никакое не нововведение. И работать с шаблонами можно и в предыдущих версиях программы, в Office 2013, 2016, в тех версиях приложения Office, которые вы можете у себя дома на компьютере легко, я уверен, найти. Так, ну что, давайте потихонечку будем обсуждать наш с вами материал дальше. Посмотрим, что можно сделать в плане функции готового текста сперва. Итак, для этого нам понадобится программа Word. Да, я легко открываю программу Word из меню пуск. Посмотрите, пожалуйста, на экран. У меня программа Word открывается вот в таком вот интересном виде. Появилось у меня начальное стартовое окно документа. Здесь я вижу, что на самом деле, смотрите, на самом деле, здесь у нас офис, выполнен вход в офис. Да, вот она, наша учетная запись. Да, и данные о наших документах в этом случае отлично будут синхронизированы с микрософтской учеткой. Ну, правда, смотрите, вошел в офис у нас Андрей Григорьевич Комков, а не я. Но я пока не буду выходить из учетной записи Комкова, оставлю пока ее здесь. Итак, давайте посмотрим, как обстоят дела с функциями для готового текста. Итак, господа слушатели, такие функции легко используются для того, чтобы набросать какой-нибудь текст на страницу. Вам, конечно, знаком термин, текст, заполнитель, господа слушатели. Еще говорят фиктивный текст, еще говорят такое вот красивое слово, как placeholder. Слышали, наверное? А по-русски мы используем совершенно другое слово. Оно, в общем, не связано с текстом, хотя вообще говоря, немножко связано, связано, наверное, с газетами. Это слово рыба. Итак, текст заполнителя, рыба, placeholder, фиктивный текст. Текст, который имеет некоторые характеристики совершенно реального текста. Вот Фролов Филипп пишет, что слышал про рыбы и активно, наверное, их использует. И не является случайным набором букв, там действительно есть слова, там действительно есть фразы. Но, 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 этот текст не имеет отношения к тем документам, которые мы обрабатываем. Мы используем рыбы, ну, в целом, наверное, действительно для целей дизайна. То есть, если нам нужно посмотреть, а какой вариант шрифта лучше всего применить для того или иного ответственного документа, попробуйте сперва на рыбе. Также, как я уже говорил, рыба очень удобна для того, чтобы просто оценить объем текста, который поместится на страницу на дыр. Давайте приступим к работе с нашими рыбами, с placeholder-ами и фиктивные тексты. С ума сойти, вот ведь как придумали называть. Смотрите, в английской раскладке мы должны воспользоваться, переключиться в нее, и я предлагаю воспользоваться функцией RAND. Функция RAND легко поместит нам на страницу нужное количество абзацев текста. Секундочку скажут мне слушатели, Павел Геннадьевич, ты что, ты что, ты что, стой, функции, они же где? Они же в Excel. Ну, в общем, в Excel, конечно, функции у нас, но смотрите, в программе Word они есть тоже. Да, есть такая вот процедура, ее вызов по форме функции. В программе эта функция вполне себе встроенная, которая позволяет нам нужное количество абзацев текста. Это количество мы задали числом 10 внутри скобок у функции RAND, вернуть на страницу. Я уверен, что вы уже достаточно посмотрели на эту функцию, и я могу смело продолжить. А продолжим мы просто, мы нажмем на кнопку Enter. Внимание на экран. Я нажал на кнопку Enter, и у меня получилось 10 страниц, на первый взгляд, смотрите, даже какого-то осмысленного человеческого текста. Ну, я могу придраться разве только к тому, что здесь абзацы все вот ровно по 3-4 строчки. Да, как-то это выглядит нереалистично. Однако, текст хорош. И, кстати сказать, этот текст про работу в программе Word, дорогие слушатели. Справились? Получилось у вас с программой RAND? Теперь, если нужно оценить, как будет выглядеть текст, набранный шрифтом Times New Roman или Calibri, мы можем запросто применять это форматирование к этим абзацам и сравнивать это дело почти напрямую. Давайте я первый абзац оформлю с шрифтом Times New Roman. Да, это красивый шрифт с засечками. А второй абзац я, пожалуй, применю еще более красивый, на мой взгляд, симпатичный шрифт Gramont. Он почему-то у нас используется реже. Ну, я могу вам сказать, почему он используется реже, потому что текст, набранный на странице с шрифтом Gramont, он немножко просто больше места занимает. Больше объем, больше бумаги требуется на печать этого текста. Вот, пожалуйста, отличная рыба на русском. Раньше при царе горохе, то есть когда деревья были большими, а небо синим, мы использовали другой текст в программе Word в качестве заполнителя. Мы использовали текст, съешь еще этих французских богов, да выпечай. Ну, собственно говоря, такие фразы называются панграммами. В панграммах содержатся все буквы алфавита, слова, которые содержат все буквы алфавита есть. И вот, используя панграмм, опять мы можем легко оценивать наши шрифты. Ну, кстати говоря, вот эта вот фраза про чай и булки. Господа слушателей, я надеюсь, что все перекусили. Я вот не успел. Вот эта фраза про чай и булки легко может быть получена с помощью другой функции. Она называется у нас теперь вот так, rent.old. Итак, господа слушатели, в следующем абзаце я набираю следующую команду, равно rent.old, вот такая вот функция. И после того, как я аккуратненько нажимаю на кнопку enter, смотрите, какая у нас красота. И булки, и чай. Ну, местами, конечно, это все оформлено не очень кузяво, да, а посмотрите, потому что пропустили пробел явно, да, между первым и вторым предложением в этой фразе. Заметили? Ну, вот как-то вот почему-то Microsoft это до сих пор не по пикселам. Для работы с текстом английским мы используем латинскую бессмыслицу, классический текст рыба, а лорем и цун. Команда, конечно, для лорем будет следующая. Вот получился у нас текст из трактата Цицерона о природе вещей, да, это некий отрывок, конечно, не весь, не весь, да, да, прям вот куски просто вырезаны и скомпонованы. Но, смотрите, посмотреть, как выглядит текст с набранной латиницей, мы можем и на этом текстовом фрагменте. Господа, слушатели, порядок? Теперь, если нужно получить фрагмент текста и посмотреть, сколько места он займет в том или ином документе, в таблице, в столбике, в колонке, вы легко сможете этот текст создать. И не нужно будет тянуться и открывать любой серьезный настоящий документ. Так, ну, вернемся к нашим темам. Итак, функции для готового текста мы с вами рассмотрели, и я предлагаю плавненько перейти к настройкам. Ну, Word 2016, конечно, тоже работают эти функции. Как я уже говорил, Word довольно консервативная программа. Мы, конечно, будем говорить о новшестве, да, но эти новшества Microsoft внедряет в свой текстовый редактор ограниченно. Microsoft, знаете, что даже больше любит? Она больше любит переименовывать лентой вкладки в программе. Конечно, конечно. В Word 2013 эти функции тоже работают, и даже я вам честно повинюсь, они работают и в Word 2016 и 2013. Так, господа слушатели, современные офисные программы позволяют нам активно работать с настройками. В Excel мы можем добавлять всевозможные настройки и тем самым расширять функциональность программы. В Word с настройками, конечно, немножко похуже, конечно, чем для Excel, но есть такие вот возможности. Давайте посмотрим, где у нас живут наши надстройки. Итак, господа слушатели, ну а вот они, вот они, это вкладка «Вставка», это вкладка «Вставка». Секунду, я хотел увеличить окно. Да? Ага, вот. Группа команд надстройки. Видно? Видно? Для работы с надстройками нужно обязательно, чтобы совпало два момента. Первый момент, первый момент, господа слушатели. Мы должны обязательно использовать учетную запись. Учетную запись Microsoft для того, чтобы эти настройки получить из магазина. Да? То есть должен быть выполнен вход в программу, да, под своей учетной записью. И второй момент, системный администратор не должен запретить применение этих надстройок. К сожалению, в центре специалист загрузка надстройок из магазина запрещена. Это сделано для того, чтобы наши слушатели имели под рукой более-менее одинаковый пользовательский интерфейс приложения и не было необходимости после очередной группы заново перестраивать, перенастраивать класс или даже, может быть, развертывать программное обеспечение. Но посмотреть, как примерно выглядит работа с надстройками, можно запросто. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Для того, чтобы получить надстройки, мы, естественно, нажимаем кнопку «Мои надстройки». Ну и здесь, по идее, да, смотрите, в этом списке, да, вот в этом списке, мы получаем варианты надстройок. Здесь мы можем увидеть значки надстройок и загрузить эти надстройки из магазина Microsoft. Если ваша организация не блокирует доступ к магазину Office, наш блокирует, пожалуйста, вы можете с этими надстройками поработать. Ну, что касается вообще надстройок из полезных, да, вот на ум приходят только языковые инструменты в первую очередь, да. Очень часто мы используем программы Office для того, чтобы генерировать текст на чужом языке, да. В приложении Word, конечно, есть функция перевода. Сейчас, кстати, опробуем с вами, вот прямо сейчас опробуем. Но есть и дополнительные надстройки, например, надстройка транслятор-переводчик. Давайте-ка мы ее прямо в презентации кликнем. Посмотрите, вот у нас как выглядит настройка транслятор. Она выпускается для приложения Word, да, совершенно, в общем, бесплатно. Ну, и опять, для того, чтобы ее получить, мы должны воспользоваться учеткой, да. Ну, настройкой транслятор, да, и вообще переводчиком мы можем с вами воспользоваться сразу. Из сторонних настройок для перевода я бы выделил бы Яндекс.Транслятор. Да, настройка наша используется не только в Word, да, вот компания Яндекс, насколько она наша, это, конечно, другой вопрос, но вроде российская, да, и, по крайней мере, репетиционирует себя как таковая. И здесь у нас настройки вот этих переводчиков. Смотрите, есть настройка для Excel, для PowerPoint и для Word. Выглядит окно настройки в программе, соответственно, очень просто, да, а настройка открывается как отдельная панель. Ну, и, конечно, да, вот задав языки перевода, да, мы можем запросто переводить какие-то вот стандартные фразы, предложения, да, вставлять в это окно из буфера обмена фразы и текст. Что касается возможностей перевода непосредственно в программе Word, то таковые надстройки у нас есть на вкладке «Рецензирование». Внимание, группа. Если требуется что-нибудь быстро-быстро, слегка-слегка перевести на английский, можно это сделать непосредственно в программе. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Мы можем выбирать разные языки и разные варианты перевода. Доступен перевод как выделенного фрагмента текста. Например, вы читаете ту или иную инструкцию, инструкция написана на иностранном языке, вы что-то как-то задумались и думаете, боже мой, я вот с этой лексикой незнаком, ну, вот реально нету этих слов в таком активном словаре. Да, гуглить слова, словосочетания по отдельности до, да, и вы решили перевести весь абзац, ну, так, как бы для скорости, чтобы потом догадаться по контексту, да, даже если где-то этот перевод будет не идеален, да, есть возможность догадаться. Ну, давайте попробуем. Итак, у меня отключены интеллектуальные службы, я их сразу же включаю. Так, пошла загрузка, ага, фрагмента текста, переводчик, вот так выглядит у нас переводчик в офис 2019. Ну, и здесь мы можем выбирать всевозможные языки перевода. Ну, я не знаю, какой выберем. Китайский? Я боюсь. Давайте английский. Так, где у нас тут английский? Ага. Так. Ну, вроде, вроде гладенько. На первый взгляд. Поэтому какую-то расхожую лексику, да, вы запросто можете переводить здесь. Рядом, рядом, посмотрите, в этой же панельке есть возможность посмотреть варианты перевода всевозможных слов. Да, вот видите, появляется у нас такой вот подвальчик, да, где предлагают нам разные варианты перевода. Ну, не сказать, конечно, что супер, да, но можно легко переводить прямо в программе. Да, впоследствии, конечно, перевод требует зачастую переработки напильником. Да, если мы выберем какой-нибудь английский текст, мы переводим на русском, да, нас ждет веселые приключения, да, и мы скажем, боже мой, так же никто не делает. Но вот заменить, да, вот предложенный текст переводом запросто. Порядок? Вот что касается языковых инструментов. Также у нас есть отличная возможность, отличная совершенно возможность, господаля слушателя, использовать, так сказать, интеллектуальные возможности программы. Что за интеллектуальные возможности, спросят слушатели. Смотрите, во-первых, у нас в программе, ну, это опять-таки не совсем уж новшество программы 19-го года, есть помощник. Увидели такое вот поле с лампочкой? Здесь нам предлагается выбрать, что мы хотим с вами сделать. Окей? Помощник используется для поиска всевозможных команд на ленте вкладки. То есть, если вы потеряли команду, и вот прям вот реально бывает такая ситуация, ума прям не приложишь, на какой ленте вкладки находится та или иная команда в программе. Ну, забыл человек, ступор у него. Да, а работать надо, искать команду глазами в интерфейсе, времени нет. Надо быстро воспользоваться инструментом. Спросите у помощника. Давайте попробуем. Напишем примечание первому абзацу. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Я сделал вид, что мы с вами забыли, где находится команда для работы с примечаниями. И теперь хочу спросить это у помощника. Поставил курсор в поле помощника, выбираю вариант запроса «Оставить примечание». Ну, это на самом деле, естественно, типовой вариант запроса, которым мы можем воспользоваться для демонстрации помощника. Госпо слушателя, вот вариант «Вставить примечание». Я могу применить эту команду. Обратите внимание, сработали персональные настройки офиса. И раз у меня офис открыт под этой учетной записью, да, вот автор примечания Андрей Григорьевич, можно писать текст. Так, секунду, не надо переключиться в русский. Текст. Давайте напишем «Переведен» с помощью встроенного перевода. Окей? Кстати говоря, эти примечания теперь, ну, уже довольно давно поддерживают беседы. Если вы обильно работаете с примечаниями, да, ваши коллеги пишут вам что-нибудь, да, вот таким вот образом на полях оставляют вам пометки, вы можете под этими пометками что-то хорошее тоже написать коллеге по работе. Да, вот можно ответить на примечания, да, ну, или как-то с этим примечанием взаимодействовать, используйте контекстное мнение. Так, ну, мы обсуждали с вами интеллектуальные возможности программы. Внимание, группа, что за интеллектуальные возможности? Давайте придумаем следующую ситуацию, где они будут полезны. Вот смотрите, допустим, изучаете вы тот или иной документ и столкнулись с каким-то термином, которого не знаете. Вот не знаете, и все. Ну, вот, например, есть такое вот у нас слово, как колонтитул во втором абзаце. Ну, я уверен, что наши слушатели знают слово колонтитул, да, но на всякий случай напомню, что это заголовок на полях страницы. Колонтитул вы можете встретить в журналах и газетах. Ну, а для того, чтобы выяснить, что это слово означает на самом деле, уже нет нужды выполнять поиск, гуглить это дело. Смотрите, у нас есть команда интеллектуальный поиск в контекстном меню. И вот, пожалуйста, программа нам даже легко нашла статью в Википедии, да, про колонтитулы. Даже дополнительно, смотрите, нам предлагается поработать с колонтитулами на общую мутвексель. То есть, видимо, считается, что в Ворде работа с колонтитулами интуитивно понятна. Итак, господа слушатели, встретили какой-то термин. Неясен он вам, да? Не открывайте интернет, гуглите прямо отсюда. Ну, что значит гуглите? К сожалению, смотрите, здесь используется поисковик Microsoft Bing. Честно сказать, Microsoft это не лидер в плане всевозможных услуг поиска, но поисковик прекрасно работает. Вот в таких вот простых случаях нас очень-очень выручает. Добавились в офис новые возможности для творчества, господа слушатели. Помимо того, что мы можем в документ офис вставить видео, мы можем добавить в документ модели, в том числе анимированные модели, трехмерных объектов. Очень часто это выручает, честно сказать, преподавателей при подготовке всевозможной наглядной агитации, наглядных материалов. В программе Word коллекция трехмерных моделей находится на вкладке «Вставка». Давайте попробуем какую-нибудь трехмерную модель вляпать в наш документ. Все готовы? Кстати, вот трехмерные модели доступны у нас только в офис 2019, ну и, естественно, в офис 365. Там, естественно, должны быть реализованы у нас самые замечательные возможности. Так, давайте посмотрим. Вот у нас, смотрите, трехмерные модели. Выбираем из интернета. Ух ты! И, смотрите, можно выбирать трехмерные модели из химии. Кстати, надо посмотреть, что там. Из электроники есть веселые рисунки, персонажи. Смотрите, биология, геология, динозавра даже есть. С ума сойти. Я предлагаю выбрать какого-нибудь зверька. Так, пройдем в раздел «Животные» и, не знаю, некоторые модели довольно-таки реалистичны, а некоторые, наоборот, мультяшны. Ну вот, давайте добавим хотя бы вот такую золотую рыбу. Так, вставка трехмерных моделей обычно занимает больше времени, чем вставка рисунков из интернет. Ну, просто потому что трехмерную модель нужно загрузить. Ну, и на самом деле внутри документа программа должна создать так называемое полотно. Посмотрите, вот у нас трехмерная модель рыбы в данном случае. Эту модель я могу вот так вот аккуратненько переворачивать. Обратите внимание. Ну, более-менее хорошо работает освещение. Могу посмотреть и брюшко, пузико, да, вот плавнички. Соответственно, при подготовке тематических докладов иногда полезно, иногда вручает. Давайте еще какую-нибудь модельку добавим. Ну, я не знаю, давайте вот из биологии добавим. Что бы нам такое выбрать? Модель клетки, глаз, ДНК. Давайте самое актуальное. Конечно же, модель коронавируса. Это, правда, я не уверен, что это тот самый коронавирус, но это один из коронавирусов, да. Посмотрите, какая красота. Да, внутри нуклеиновая кислота, снаружи всевозможные белки. Да, которыми он крепится к клетке. Эти модели, некоторые из них поддерживают анимацию. Вот не уверен, правда, что у нас коронавирусная модель будет поддерживать анимацию. Нет, на ленте вкладки ничего у нас здесь нет. Для того, чтобы поработать с трехмерными моделями, используйте контекстные вкладки. Вот они, контекстные вкладки у нас находятся в окне программы, становятся активны, как только мы что делаем. С моделью начинаем работать. В середине у модели, да, вы видите соответствующий значок, вращаясь за который, ухватившись за который мышкой, можно эту модель благополучно вращать. Слушайте, а красивая золотая рыбка? Свеженькая такая, жабры, красенькие, просто красота. Соответственно, коллекция типовых моделей, 3D моделей расширяется. Более того, естественно, в программе Word вы можете добавить 3D модель, любую практически, практически любую. Если есть у вас файл 3D модели, загрузите его в программу Word, посмотрите, как это, что работает. Также серьезно расширяют возможности пользователя применения шаблонов документов. Господа слушатели, это, конечно, не новость, не новая возможность, но для многих слушателей, которые приходят нам на курсы, эта возможность является новой. Вы можете применять шаблоны, смотрите, вполне красивые, вполне дизайнерские, шаблоны документов, которые содержат уже форматирование готовенькое, текст, объекты Word, и таким образом делать ваши документы незаменимыми, замечательными. Давайте посмотрим, где у нас скопились эти все шаблоны. Вот здесь они у нас скопились, в меню файл в разделе создать. Здесь есть шаблоны всевозможных документов. Ищите шаблоны также в сети с помощью поля для поиска. Серьезно, если требуется создать какой-то документ в программе, подумайте, а может быть есть уже готовый шаблон для этого. Если шаблон вас полностью устраивает, загружайте его, создавайте свой собственный документ на основе шаблона, меняйте его, приукрашивайте, и использование готового шаблона немножко сократит ваш путь к успеху, не нужно будет изобретать велосипед. В новых версиях офис, беспослушателей, шаблоны у нас с трехмерными объектами тоже доступны. В частности, там был шаблон, я помню, даже с каким-то из американских марсоходов. Ну вот так, как обстоят у нас дела с возможностями программы, о которых наши слушатели порой не подозревают. Итак, друзья мои, мне остается только пригласить вас на курс Word. Ближайший курс Word у нас состоится 17 числа. Если требуется поднять работу с документами Word на более высокий уровень, если вы чувствуете, что нужно осваивать работу в этой программе, ну скажем так, более системно, приходите к нам на курсы о Word. Вопросы, которые мы будем рассматривать на этих курсах, будут следующими. Мы будем разбирать интерфейс программы, естественно, и про функции, да, вот текстовые немножко поговорим, и про оформление документа, и узнаем, как работать со всевозможными объектами, в том числе, в том числе с трехмерными моделями и с видео. Да, все, оттренируем, посмотрим, вы можете все руками проработать и продумать о том, как вот эти вот возможности могут помочь лично вам в вашей деятельности для работы с документами, которые вы оформляете. Ну что ж, господа слушатели, мне остается только попрощаться, приходите к нам в центр специалист, курсов у нас много, приглашаем вас не только на курсы офис, если есть какие-то возможности, вопросы, да, вот у вас остались, да, по нашим курсам, да, по работе в программе Word, пожалуйста, задавайте эти вопросы, да, можно включать микрофоны. А на этом все, да, основная часть мастер-класса у нас закончилась. До новых встреч, друзья, приходите к нам учиться. Миссия центра специалист, это, конечно, состоит она в одном. Мы улучшаем жизнь людей, естественно, при их активном участии. Так, друзья мои, приходите к нам на курсы офис, до новых встреч.